Поведение знаменитостей во время эпидемии коронавируса В столь непростое время знаменитости делают всё, что в их силах и возможностях. В социальных сетях публикуются слова поддержки и переживания за своих фанатов и подписчиков. В настоящей жизни делают щедрые пожертвования в адрес наиболее пострадавших от эпидемии стран. Несмотря на свой звёздный статус, знаменитости, как и все другие люди, совершенно беззащитны перед вирусом. И с новым мировым кризисом каждый справляется по-своему. Кортни Кардашьян Неужели Кортни умудряется ещё и наживаться на этом кризисе? И да, и нет. На своём авторском сайте Push звезда публиковала статью с пятью очевидными рекомендациями. Регулярно мыть руки, чихать и кашлять только в носовой платок, бескрайней необходимости не прикасаться к своему лицу, носить защитные перчатки и маску на лице, а также прислушиваться к заявлениям властей. Всё бы хорошо, но в статье авторства Кортни присутствует неприкрытая реклама бренда Джуди, который занимается производством индивидуальных наборов первой помощи. В статье присутствует прямая ссылка на покупку этих наборов. Отметим, что основателем бренда Джуди является друг Кортни Саймон Хак. В среднем наборы продаются по цене от 60 до 250 долларов. Ким Кардашьян Не так давно, 12 марта, Ким Кардашьян опубликовала в своём твиттере, наводящая ужас предсказания будущего, сделанное в книге авторства писательницы Сильвии Браун. Ещё в 2008 году она написала повесть, в которой рассказывалась о серьёзной эпидемии пневмонии, которая в 2020 году захватит весь мир. Скриншот из книги, опубликованный в твиттере Ким Кардашьян, стал настоящей мировой сенсацией. После этого Ким опубликовала в сторис своего инстаграм-аккаунта «Важные советы врача», которого она пригласила к себе домой лично. Он показывал, как правильно мыть руки, а также рекомендовал выражать приветствие ногами, а не рукопожатием. А вот младшую сестрёнку Ким, Кайли, судя по всему, микробы и бактерии, заботят не так сильно. В то время как старшие сёстры не рекомендуют прикасаться к лицу и рекомендуют отказаться от рукопожатий, Кайли открыто публикует фотографии со своим пальцем во рту. С другой стороны, в этот момент она находилась в изоляции в штаб-квартире Кали Косметикс, так что ей можно и простить такую выходку. Совсем другая история с Кендал Дженнер. Кендал опубликовала наглядную инфографику, при помощи которой попыталась доказать, что в эпидемии коронавируса нет ничего особенного, и большинство людей сильно преувеличивает её последствия. Это вызвало волну негодования и критики в адрес Кендал. В том числе и от итальянской инфлюенсорши Кьяры Феррани, которая назвала выходку Кендал безответственной по отношению к своим подписчикам. Скотт Дисик Как и его бывшая жена Кортни Кардашьяна, Скотт Дисик решил слегка подзаработать на этом мировом кризисе. Сделать он это решил при помощи своего бренда одежды Тейлент Лиз. Скотт выпустил лимитированную серию футболок и толстовок с надписью «Пожалуйста, мойте свои руки». Футболки продаются по цене 49 долларов, а толстовки по 129 долларов. Мягко говоря, недёшево, тем более учитывая нынешний курс доллара. Конечно же, почти все представительницы звёздного семейства Кардашьян Дженнер сразу же начали рекламировать эту одежду в своих инстаграмах. Реклама и заработок денег у них в крови, даже во время мирового кризиса. Джастин Бибер Ну а Джастин Бибер решил использовать свою мировую известность во благо. В своём инстаграме он заявил, что в феврале 2020 года он сделал пожертвования в адрес пострадавших от эпидемии детей в Китае. Джастин опубликовал видео слов поддержки и любви всем жителям Китая, также снабдив его скриншотами своего денежного пожертвования. По словам Джастина, все жители планеты должны помогать друг другу. Селена Гомес Селена Гомес 12 марта опубликовала в своём инстаграм-видео сториз, в котором вместе со своими подругами закупалась настольными играми на период самоизоляции. Селена решила прислушаться ко всеобщей рекомендации оставаться как можно больше времени дома. Селена также выразила слова поддержки и любви всем своим фанатам и подписчикам, пожелав им здоровья, спокойствия и безопасности. А несколькими днями до этого Селена вместе со своей мамой ездили в Чикаго, но при этом соблюдая все меры предосторожности, в том числе нося маски на лице. Ариана Гранде Ариана Гранде даже в свитшоте размера XXL, как бы всё это забавно не выглядело, настоятельно рекомендует своим поклонникам и подписчикам тщательно мыть руки с мылом. Ариана с полной серьёзностью и ответственностью понимает всю опасность нынешнего мирового кризиса. В своих инстаграм-сториз она регулярно публикует обращения к фанатам, в которых просит всех также быть максимально серьёзными по этому поводу. Помимо этого, Ариана сделала пожертвование в итальянское представительство организации «Красный крест», которая вот уже несколько недель ведёт войну с эпидемией на территории этой страны. Не забывайте, что у Арианы Гранде итальянские корни, поэтому она всем сердцем переживает за свою историческую родину. Lil Nas X А вот рэпер Lil Nas X пошёл дальше всех, и в своём твиттере заявил, что во время эпидемии будет помогать с оплатой счетов и покупкой еды для своих фанатов. Учитывая, что в эти дни многие люди по всей Америке остались без работы, фанаты очень благодарны своему кумиру за такую своевременную поддержку. Кэти Перри Кэти Перри эпидемия застала далеко не в самый подходящий момент. Напомним, что Кэти беременна первым ребёнком от Орландо Блума. Но Кэти совсем не паникует. Вместо этого, ещё в феврале Кэти выразила слова поддержки народу Китая, первым жертвам эпидемии коронавируса. Майли Сайрус Майли Сайрус вместе с бэйфрендом Коди Симпсоном отнеслись к эпидемии с полной серьёзностью. В первую очередь Майли и Коди занялись дезинфекцией своего дома. В своём инстаграме почти с 4 миллионами подписчиков Коди опубликовал видео, в котором он вместе с Майли занимается генеральной уборкой. Майли же в своём твиттере опубликовала наглядные рекомендации о том, как необходимо правильно мыть руки. Также по многочисленным рекомендациям властей и врачебных организаций Майли решила отменить свой грядущий концерт в Австралии. Лизо Певица Лизо решила действовать иначе. Она обратилась к своим подписчикам с заявлением о том, что в период эпидемии она не будет вести свои социальные сети. Ну а ещё перед этим, после отмены своего выступления в Хьюстоне, Лизо опубликовала получасовое видео медитации. На видео Лизо в окружении драгоценных камней и благовоний играла на флейте. В комментариях к видео Лизо написала, что настали действительно тяжёлые времена, которые, тем не менее, нам необходимо пережить всё вместе. Белла Хадид Супермодель Беллы Хадид не собирается сбавлять обороты даже во время мирового кризиса. Для своих почти 30 миллионов подписчиков Белла опубликовала фото, на котором летит в самолёте на неделю моды, при этом с защитной маской на лице. Стоит отметить, что здоровье Беллы было под большой опасностью, так как её перелёт был из Милана в Париж, как раз в то время, когда началась вспышка эпидемии в Италии. Том Хэнкс Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон стали первыми знаменитостями такого ранга, кто официально признал заражение коронавирусом. Их видеообращение в Инстаграме задело сердца миллионов людей по всему миру. Стоит отметить, что в своём Инстаграме Том Хэнкс обычно публикует фотографии случайно найденных перчаток и носков. И даже о своём заражении он сперва сообщил аналогичным способом. Чтобы объяснить произошедшее, сыну Тома, Чету Хэнксу, пришлось опубликовать отдельное видео с разъяснениями. Том Хэнкс и Рита Уилсон заразились в Австралии во время съёмок очередного фильма. Леди Гага Леди Гага при любом удобном случае напоминает о своих итальянских корнях. Нет ничего удивительного, что нынешняя ситуация в родной Италии так сильно задела певицу. В своём твиттере Леди Гага выразила слова поддержки всему миру, пожелав здоровья и спокойствия. В своём обращении Леди Гага отметила о важности в столь непростое время быть добрыми друг к другу. Как заражённым, так и нет. Джимми Фэллон Многие из вас наверняка уже знают, что все популярные телешоу в прямом эфире отказались от наличия зрителей в зале. Да и в целом, все скопления в одном помещении более 50 человек либо строго запрещены, либо не рекомендуется. Телеведущим теперь приходится работать практически в пустой студии. Джимми Фэллон не исключение. Тем не менее, он обращается к зрителям так же прямо, как если бы они находились с ним в одной студии. Марайя Кэрри Как и многие другие звёзды, Марайя Кэрри взяла на себя ответственность обучать своих подписчиков, в том числе и родных детей, как правильно мыть руки. Марайя решила идти в ногу со временем и опубликовала обучающее видео в своём ТикТоке. Видео получилось особенно милым, потому что её дети были в пижамах Бэтмена и Эльзы. Сирена Уильямс Мировая звезда тенниса Сирена Уильямс в своём инстаграме призналась, что все эти дни будет жить настолько изолированной жизнью, насколько это вообще возможно. При этом она решила уделить внимание наиболее позитивным моментам такого времяпровождения. По её словам, это быть женой, быть мамой, заниматься приготовлением еды и уборкой, а также улучшать своё умение делать макияж. Наоми Кэмпбелл Наоми и без всяких эпидемий славилась своей гермофобией – боязнью микробов. На этом видео 2019 года Наоми показывает, насколько тщательно промывает и дезинфицирует своё место в самолёте перед тем, как в него сесть. Задолго до эпидемии Наоми в целях профилактики уже носила лицевую маску и перчатки. Наоми заявляла, что её нисколько не волнует на смешке окружающих, так как её собственное здоровье для неё превыше всего. Что уж говорить про март 2020 года, когда Наоми по своим собственным словам вывела всё это на принципиально новый уровень. В своём инстаграме Наоми опубликовала фото из аэропорта не только с маской на лице и в перчатках на руках, но и в специальном антибактериальном костюме. Гвинет Пэлтроу В 2011 году Гвинет Пэлтроу снялась в фильме «Заражение», по сюжету которого весь мир охватила эпидемия. Сейчас, в 2020 году, эти совпадения актрису очень пугают. Как и многие другие звёзды, в своём инстаграме она опубликовала фото с защитной маской на лице. В комментарии она добавила, что подписчики могут считать её сумасшедшей, но она не может уснуть без маски на лице. Ей уже приходилось переживать всё это на съёмках фильма, и заново переживать нет никакого желания. А что вы думаете по поводу поведения селебрити во время эпидемии коронавируса? Напишите свои мысли в комментариях. Спасибо за просмотр и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok